Сегодня специалисты Центра здоровья и профилактики проводят диагностику здоровья у шестиклассников. Медики оценивают частоту пульса, измеряют рост, вес, проверяют уровень холестерина, глюкозы и проводят электрокардиограмму. Такие обследования позволяют выявить факторы риска и научить детей предупреждать развитие сосудистых патологий с молоду. Выезжать никуда не нужно, мы приезжаем сами, обследуем и по нашим данным, то есть у двух третих детей мы выявляем факторы риска. Также мы, кроме сердечно-сосудистых, выявляем и сахарный диабет. То есть в этом году, с начала этого года мы уже выявили два случая сахарного диабета, то есть у детей в школе, которые были на фоне полного здоровья. Учебное заведение уже не первый год принимает участие в региональном проекте здравоохранения. По мнению директора школы Юлии Галкиной, с каждым годом количество учащихся, которые проходят обследование, растет. Все больше родителей дают согласие на диагностику в стенах школы. Тем более медуслугу оказывают бесплатно. Так, за два дня диагностику прошли около 200 ребятишек. Инфаркт и инсульт, согласно статистике, заметно помолодели. И нет ничего важнее здоровья подрастающего поколения. И данная процедура как раз позволяет выявлять какие-то изменения у детей. И вовремя обращаться в медицинские учреждения и минимизировать все риски, которые связаны со здоровьем. Детей, у которых в ходе обследования выявили патологию, направляют в краевые детские медорганизации. Кстати, результаты проведенных исследований отдают на руки сразу после диагностики. Мы выдаем детям на руки сразу заключение, потому что после нашего обследования ребенок подходит к педиатру и получает полностью результат по обследованию, по физическому развитию, по правильному питанию, если у ребенка выявлен избыточный вес или ожирение, по режиму дня, режима труда и отдыха. Напомним, региональная программа «Здоровое сердце ребенка» реализуется в Крае уже шестой год подряд. Только за прошлый год специалисты медцентра проверили более 20 тысяч детей. В текущем году обследования прошли уже 5 тысяч школьников.